Всем привет, друзья! С вами Гамбит, и мы возвращаемся в карьеру за футбольный клуб Миддлс, бро! Ну так, ребят, мы что, смотрим? У нас Лестер, это кубок, плюс... У нас лондонский арсенал, закрытие зимнего трансферного окна, у нас дважды Лестер, тащу АПЛ, Бёрли и заключительный матч, Аллилуйя, Лига Чемпионов, игра на вылет, плей-офф с шотландским Селтиком. Ну я считаю, что все-таки Миддлс, бро, будет фаворитом, ну а мы пока перемещаемся на кубок Англии, сыграем с Лестером, играем мы, конечно же, резервистами. Так, Антони Марсиаль не в основе, это здорово, это мне нравится, давайте выходить. И сразу у нас у мяча Аарон, будет штрафной. Так, ну что золотой? Давай попробуем опасно! Ох, опасно, немного перекрутил наш испанец, а у него, кстати, очень хорошая левая нога, в принципе, у нас много футболистов с левой ногой. Атака Лестера может быть опасна на РС, очень опасен дриблер на РС, блокировочка, мяч остается у Лестера. Атака трим темпом, еще в ближний угол, Росси великолепно дальней рукой достает мяч. 41-я минута, атака Лестера. Пока не особо у нас склеится игра в атаке, в принципе, как у Лестера, Десс на правом фланге, может быть опасно, голландец хорош. Передача на Нероса, Нерос пропускает, еще один момент, и Росси вручает великолепное спасение нашего голкипера. И, что хочу сказать, ужасно, ужасно, пока смотрится Мидлсбро в первом тайме. Арон висит на желтой карточке, хорошо, развернулся испанец. Снова Арон, можно дать передачу на Гордона, собственно, что и делает испанец. Гордон, хорошая передача на Дэна Скарлетта, нужно забивать его ноги, Дэн Скарлетта, удар, и мяч, и мяч оказался в сетке. Напоминает мне этот матч, по крайней мере, как складывается первый тайм на матч с Ливерпулем, когда отбивались там футболисты Мидлсбро, и в итоге, в результате потрясающей контратаки, Дэн Скарлетт выходил и пробил с левой ноги, вот сейчас, собственно, что и происходит. Ну, Ливерпуль так куда опаснее, посильнее, нежели Лестер, но первый же момент увечался успехом, и здорово, что это в концовке первого тайма у нас подачи штрафный, может быть, опаснейший момент, и голкипер великолепное спасение, еще один будет угловой, но уже давайте к Аронам, Неросам. Конечно же, Арон будет подавать. Подача испанца, хороший, может быть, момент, остается мяч у Мидлсбро, атака вторым темпом продолжится, 26 номер с мячом, будет подача? Нет, ну, лучше отдать передачу, Колом Хацанадой. Отсюда можно и пробить. Окслай Чемберлин. Мяч остается у Арона. Фрейк, хороший перевод, на право фланг, Лазаро, Австрий с мячом, Колом Хацанадой. Что придумает? На право фланге. Прорывается в лицевую. Так, спокойно, разворачивая за Колом Хацанадой, великолепно подставил корпус, Лазаро. Скалит, хорош, очень здоровый удар, ближний угол, и Гордон, 2-0, 67-я минута, спокойно, спокойно, такая размеренная атака, великолепно все сыграли, великолепно расчертили, и у нас 2-0. А вот Лестер на самом деле прям подуспокоился, либо Мидлсбро подуспокоил футболик клуба Лестера. Во втором тайме пока сам не свой Лестер, 2-0. Это уже очень здорово, ближний угол мощно, 86-я минута матча. Антони Марсиаль появился на поле, Майер. Напрашивается передача на Марсиаль, его, собственно, пробивает Роси, великолепно. Ну, Роси действительно выручает свою команду. Четыре хороших было момента у Лестера Сити, 0-2. И что я хочу сказать, по такой игре, в принципе, два забитых мяча, это много, действительно много. Лестер-то на один гол точно наиграл, но победа есть победа. Мы двигаемся дальше в кубки и перемещаемся на Реверсайз-стэдим, где Мидлсбро будет принимать лондонский арсенал. Поехали. Жоржиня Рютер. Нони Мадуике. Ну, давайте-ка попробуем через фланг. Контролируем дистанцию. Нони Мадуике. Пока соперника не встречат, великолепно разворачивается один из номера, устремляясь. Нони Мадуике будет прорваться в лицевую. Классическая атака. Классическая атака и гол. И гол. Здорово. Вытянул на себя двоих футболистов Нони Мадуике и в результате чего Жоржиня Рютер. Такие, конечно, кладет, как орешки. Щелкой, точнее, кладет. Ну, великолепен Нони Мадуике. Только-только начал осваиваться в Мидлсбро. И пошло-поехало. 1-0. Быстрый гол. Здесь может быть опасно. Маркинес. Он очень опасен под левый момент. Ищи. Не в самый угол, конечно, Билл Маркинеса. Было очень опасно. Владение мячом, конечно же, пока за Арсеналом. Очень хорошо контролирует мяч. Пушкари не лучшая передача от Миколенко. Тавернир Великолепен Джонс. Ардагюлер и напрашивается передача на правом фланге. Ускоряется Нони Мадуике. Нони Мадуике через правый фланг. Привесер штрафной. 11 номер. Нужно забивать. Еще одна передача. Может быть опасна. 2-0. 2-0. Ардагюлер. И, по сути, гол как под копирку. 2-0. Ардагюлер удваивает преимущество. 39-я минута матча. И такое интересное какое-то празднование. Лягушайшее. Хорошая атака. И снова через фланг Нони Мадуике. Великолепно. Назад отдал передачу. И набегавший Ардагюлер удваивает преимущество. 39-я минута. Посмотрим, чем ответит Лонанский Арсенал. Флорес. Марселло Флорес. Составчик на самом деле у Пушкарии. Но поставляет желать лучшего. Через левый фланг. Флорес хорошо поставил корпус. Неп лучшая передача. Прочитал Тавернир. Но не смог остановить. Партияный Дегор вроде бы зрячий отдавал. Но точность подвела. Атакующий футболиста лондонского Арсенала. 43-я минута. Кёрти Джонс. Набегает там Тавернир. Еще и Мадуике. Может быть... Нет, не поспит. А можно отдать хорошую передачу. Великолепно. Жене Рюдер. Удар с правой ноги. Хотя Левша, но у него и на правой... С правой ногой все здорово. Лондонский Арсенал в атаке. Не может Рэмзи зацепиться за мяч. Флорес. Поставил корпус. Разворачивается. Мартина Дегор. Скоки лучший для нас, конечно. Но Роси в ближнем бою великолепен. Снова Арсенал в атаке. Дуро. Ой-ой-ой. Может быть опасно. Еще один момент. И это снова галкипер сборной Аргентины. Рекик. Что за состав? Непонятно на самом деле. У Арсенала великолепно. Сейчас Брандет Баттли. Это выцарапает мяч. Устремляется по левому флагу. Сразу же двое его пытаются встретить. Брандет Баттли разворачивается. Ждет партнера по команде. Рэмзи. Отсюда можно и пробить. Отдает на Кертиса Джонса. Рэмзи. А вот здесь вот Ардагюлир. Ардагюр. Я сразу понял, что он сейчас забьет. И какое великолепное празднование. Прям идеальное празднование для такого удара. 3-0. Да. Уверенно. Просто уверенно. Играет подопечный Стивена Джорда. И какой момент. Какой гол. Более чем уверенно смотрится в Миддлсбро. Такие, конечно, голы. К тому подтверждение. Да. А снова невнятный подкат. Гонсалес. Найлс. Поставил корпус. Ну что, Арсенал хоть один гол-то придумает? Что-нибудь. Томас Парти. Хорошая передача. Моментище. Роси не намерен пропускать. Великолепен. И Мартин Эдегор будет навешивать в штрафную. Рейкик. Уходит. Кларк. Выходит. Подача штрафной. Еще один момент. И снова Роси. Альмирон тем временем выходит. 11-й номер. Быстроногий парагвайц. Мартин Эдегор. Подача штрафную. Но нужно уже свистеть. Нужно выносить мяч. Кидри Анифини. Гордон. Все, друзья. 3-0. Уверенная победа. Миддлс, бро. Так, ребятки. У нас есть тут парнишка. Один. Из Дании. Точнее, их двое. Сейчас я вам показываю голокипера. 17-летний. Миккелсен. Мортон Миккелсен. Метра 87. 17 лет. Можешь стать неординарным футболистом. Надо, конечно, иногда Роси будет менять. И поэтому будем заигрывать этого парня. Также у нас есть Пол Петерсон. Там перспективный игрок. 18-летний. Рейтинг 65. Он будет у нас играть. Будем давать ему, конечно, игровое время. Гиллис меня не устраивает как левый защитник. И если будет следующий сезон, скорее всего, с Гиллисом даже будем прощаться. Честно. Ну, а мы перемещаемся на матч с Элестром. Это английская премьер-лига. В кубке мы их выбили. Элестр, на самом деле, очень вредная команда. Там есть еще один парнишка, француз. Антони Марсиаль, который любитель нам забивать. Девятая минута матча. У мяча Элестр. Подача штрафной может быть опасна. Столус великолепен. На втором этаже центральный защитник. Инонима Дуике. Инонима Дуике. Посмотрите. Полетел, полетел этот парень. Он любитель вот таких вот забегов. Там на дальней штанге Брандан Баттлер. Инонима Дуике. Что придумает? В лицевую останавливается. Конечно же, отправляет в буфет своего соперника. И Брандан Баттлер. И снова розыгрыш. Ребята, розыгрыш с фланга в центр. В центр на дальнюю штангу. И классический гол для Миддлс Бро. Писали. Комментарии были про навесы. Ну, зачем мне делать навесы, если... Ну, они не работают. Нужно пользоваться тем, что работают. Работают контратаки. Работают широкие, собственно, атаки. Ну, навес только если с углового. Мереки. Ладно, возвращаемся в игру. 13-ая минута матча. Донт, кстати, очень опасен этот азиат. Ну, опасен, не опасен. Передача дает не точно. Брандан Баттлер. Сразу же на Рэмзи. Можно дать вернуть Баттлеру. И вот хорошая, может быть, передача. Вот здесь великолепно разворачивается. Жоржене Рютер нужно пробивать. Спокойно, 2-0. Спокойся. Только спокойся. Жоржене Рютер. Ну, он реально широкоплещий. Только француз. Он такой крупненький, габаритный парень. Метром 85. Развернулся. И шведой. И с левой ноги. Отлично. 2-0. Как-то спокойно, на самом деле, сейчас два мяча мы забиваем. Но расслабляться не стоит. Мереки. Да он. Именно после его ошибки. Жоржене Рютер забивает свой 24-й мяч в английской премьер-лиге в этом сезоне. Антони Марсиаль. Вот он этот парень. Вот он этот француз. Опасен. Опасен Меретти. Передача на Марсиаля. Вот из-под себя наносил удар француз. И, собственно, ничего из этого интересного не получилось. И снова Антони Марсиаль. Снова Меретти. Марсиаль. И дальний выстрел. Нужно достать Росси. Пробил по центру Антони Марсиаль. Обычно у него самонаводящиеся какие-то удары. Брэндон Баттлер. Хорошая контратака может получиться. Жоржене Рютер. Устремляется Рютер. Нужно под левую. Нет. Передача пойдет на Баттлера. Баттлер может пробить. Брэндон. Рэмзи. Да. Не лучший удар у футболиста сборной Англии. Жестко сейчас сыграли с сезоном. Кертис Джонс на мяче. Таверниер. И атака через правый фланг. Атака через Мадуике. Перевод. Нагилиса. Там совсем один Брэндон Баттлер. Здорово. Здорово. Очень здорово. Широко играет парни. Широко играет Мидлсбро через левый фронт. Брэндон Баттлер врывается. Штрафнул. Напрашивается передача Нагилера. Еще на дальнем в пустые ворота. По сути пустые ворота. Великолепно. Очень быстро. Молниеносно. Играют футболисты Мидлсбро. И не дают собраться, сконцентрироваться в обороне соперника. Собственно Лестера. В результате 3-0. Но действительно. Уже все отлажено. Как механизм единый. Как единый организм играет Мидлсбро. 3-0. Нерос. Прекрасен. Прекрасен Нерос. А вот здесь это ошибается. Гиллис в какой-то веке сделал прекрасный перехват. Брэндон Баттлер. Может быть пробить отсюда. Разворачивается Баттлер. Передача на Рэмзи. Что придумает Рэмзи? Забегание хорошее. Это Орангелес. Напрашивается передача. Вот здесь вот на Рютера. Немного помешали. Как будто друг другу еще в ближнюю голову. Вот это великолепно спасение. Великолепно спасение голкипера Лестера. 49-й. Уже пошла минута. 2 минуты добавляет судья. Брэндон Баттлер. Подача штрафной. Может быть опасно. Кто-то тянется. Дотянулся Мадуике. Но мяч. Остался только в нашей команде. Но что толку, если у нас уже второй тайм? Ой, как хорошо. Как хорошо. Вот и Дон исполняет великолепно. И исправляет свою ошибку в первом тайме. Из-за чего был пропущен мяч для Лестера. Дон. Первый гол в английской премьер-лиге. Ну и кому? Конечно же, Миддлсборн. Но это было блестяще. Это было хорошо. Великолепная атака. И в одно касание. 3-1. Миретти. Активизировался. Активизировался Лестер. И это не есть хорошо. Не лучший выход из обороны. Атака вторым тэпом. Лестер прекрасно контролирует мяч. Великолепно. Великолепно играет. Еще один удар. И у нас уже 2-3. Конечно, 2-3. Какой 2-0? 2-3. Спокойствие. Только спокойствие. Так. Я думаю, нужно делать какие-то коррективы в составе перестановочки. Ну хорошо. Сейчас разыграли великолепно. Все как по нотам. Ну и удар. Не успел среагировать Росси. Гордон. 2 минуты добавил судья. Дэн Скарлетт. Ахель Гомес появился. Дэн Скарлетт. Гордон. Гомес. Уже, можно сказать, приносит победу Миддлсбро. Очень много мячей забито на последних минутах. Очень много мячей у Миддлсбро забито на первых минутах. Хорошо. Растянули оборону. И посмотрите. На дальней штанге. Совсем был один Гордон. 4-2. Алистер и молодцы действительно бились до конца. У нас матч с Бёрли. В английской премьер-лиге Бёрли располагается в нижней части турнира таблицы. У нас появились два дебютанта из молодежной академии. Два датчанина. Петерсон. Собственно, он сейчас с мячом. 14-ая минута матча. Брандет Батлер. Атака через левый фланг. Горду. Гу, как великолепен Гюллер. Как же он контролирует мяч. Как же контролирует мяч. Турк. Рэмзи. Нажно на дальнюю штангу. И вот он. Классический гол для Мадуике. До этого в прошлом сезоне он такие банки колотил. Грант. Карлан Грант. Который сейчас, я думаю, вряд ли играет в Ливерпуле. Но пошел на повышение. Но да, ладно. Зато сейчас Нони Мадуике активизировался. Великолепно сейчас себя показывает этот англичанин. В начале сезона не лучшим образом было. Но влился. Влился в коллектив. И уже забивает 10-й гол в английской премьер-лиге. 16-ая минута матча. Не лучшая передача. Это может быть опасно. Верхост. У него хороший, кстати, удар. Да, скорость невысока. Но зато он мощный. Хорошо может побороться. Вот, собственно, Верхост. Удор. В ближний угол. Подтверждает Верхост мои слова. 1-1. Не будет сухаря в дебютном матче у нашего молодого датчанина. Нет, удар, конечно, прекрасный. Неотразим. Удар почти 16 метров до ворот. Притирочку со штангой. Жоржини Рютер. Сразу передача на Брэндона Баттлера. Сохранить нужно. Великолепно сохраняет и на скорости. Убегает Брэндон Баттлер. Десятый номер. Ждет партнер по команде. Тут Рэмзи. Нет, отдает мяч на Гиллиса. Великолепный Ардагюлер. Хорошо. Сейчас расчертили. И Брэндон Баттлер врывается в штрафную передачу на Рютера. Будет. 100% будет передача на Рютера. И вот здесь на дальнюю. Нет, Рютер, мне кажется, передержал. Но мяч остается. Остается мяч у Миддлс Бро. Баттлер. Снова Рютер. И Ардагюлер в ближний угол. Мяч остается в поле. И Мадуике. Коршуном просто. Коршуном. Но не Мадуике. В нужное время. В нужном месте. 1-2. Миддлс Бро. 29-я минута матча. Затяжная атака Миддлс Бро. В результате чего? Счет становится 2-1. Надо немного, мне кажется, Берли играть поагрессивнее. Но не так агрессивно, как сейчас сыграл Кертис Джонс. Ужасный подкат вверху с мячом. 36-я минута матча. Атака Берли. Чурлинов. И дальний выстрел. Ух. И Мекклса на месте. На месте голкипер. Из здания. Батлер. Может быть неплохая стенка. Ускоряется Батлер. Напрашивается передача на Гюлера. Собственно, что он сейчас и делает. Можно еще и на Рютера. А он передачу дает на Батлера. Возможно, не лучшее решение для Турка. Снова Гюллер. Ой, здорово. В результате здорово. Посмотрите, как они раскатывают, что голкипер, он не знает, что ему делать. Он просто наблюдатель. И это работает. И мы этим пользуемся на всю катушку. На все 100%. Не агрессивно атакуют защитники. Они в штрафной какие-то пассивные. Вот до штрафной они, да, они агрессивные. Великолепно сейчас освободился Батлер. Но с мячом. Кто с мячом? Гюллер не зацепился. 45-ая минута. 3-1. Может быть прессинг организовать? Сильный вынос. Мяч остается. Мяч остается у Миддлсбро. Ардай Гюлер. Смещается Ардай Гюлер на левый фланг. Под левую ногу. По шведуам напрашивается передача на Рютера. Нет, ждет партнера по команде. Что придумает? Очень передерживает мяч. Седьмой номер. Великолепная стенка. Батлер. Можно еще отдать передачу на дальнюю. Но пожадничал, пожадничал. Десятый номер. И у нас второй тайм. 3-1. Четыре забитых мяча в первом тайме. Неплохо. Но не Мадуике. Великолепно на рывке. Пролетает словно по Фанерн Парижем. Защитник Берли. И посмотрите. Как детей сейчас. Как детей просто. Но не Мадуике накручивает еще хорошие передачи. Ребят. Ну это фантастика. Вот эти конечно сквозные передачи в штрафную. И у нас 4-1. Это уже конечно слишком. Просто вовремя игра корпусом. Хороший тайминг. И вынимай. Батлер. Ой какая потрясающая передача Батлера. Нужно забивать. Нужно забивать. Мюрич на месте. Если бы сразу пробил слева. Возможно был бы гол. Но у нас подача в штрафной может быть опасна. Атака в трём темпе. Гордон. Тавернир. 87-я минута матча. Гордон. Удар в ближний. Ну это тоже классический гол. Кстати Дэн Скарлетт частенько такие пушки заряжают. Ближний угол 5-1. Посыпался Берли. Что не сказать конечно же про атаку Миддлсбро. Эти парни щадить никого не будут. Так сразу же прессинг Дэн Скарлетт. Великолепен в прессинге. Пятый гол Дэн Скарлетта. И пушка Долио Мюрич на месте. Негодует голкипер. А как ему тут не психовать. Пять мячей пропустил. 89-я минута. Рэмзи у мяча. Подача штрафную. Брэнд Уэйв под денег. Ничего себе что он так хотел изобразить. 23 номер. Основа углов. 90-я минута матча. А сколько добавит судья еще непонятно. Но 5-1 уже все понятно. По этому счету. По этому матчу все уже ясно. Может быть еще один гол. Организуем еще один. В падении Брэдова и все пытается забить ножницами. 4 минуты добавил судья. Ну а что толку? Толку конечно никакого. 5-1 это разгром. Авгель Гомес. Рэмзи. Забегает. Там Таверниер. И вот здесь может быть опасно. Передача на защитника. Капитан с мячом. Таверниер. Гордо немного запнулся. Либо ему помогли. Еще один может быть удар в ближний угол. Блокируется. Мюрич. Невнятно сначала сыграл на выходе. Но все-таки мяч остался у него. 5-1. Очередная победа Мидлсбро. В АПЛ конечно великолепно. Давайте быстренько по составу шотландского Селтика. Жота. Диенг. Вайналду. Маги. Ну центр поля неплох. Неплохо центр поля. Давайте выходить. Играем в Шотландии. В Шотландии играть очень сложно. Любая команда может получить здесь люлей. На левом фланге Брэндон Баттлер. Он уже в штрафной. Ложный замах. Классический. И вот здесь вот. Опа. В ближний угол. Напрашивался удар в дальнее. А мы взяли и перехитрили. Галкипера пробили в ближнем. Не успел сложиться вратарь Селтика. 1-0 выходим вперед. И это Жоржиня Рютер. Спокойно. Буднично. Я бы даже так сказал. Мяч бросается из аута. Гиллис неплохо. Неплохо комбинирует. Рэмзи может быть пробьет Рэмзи. Рэмзи решил не рисковать. Сохраняет мяч. Баттлер. Гюллер. Ой, как здорово. Как же здорово. Гюллер. Точнейшая передача. И Жоржиня Рютер. 0-2. 28-я. Да. Пока ничего у Селтика не складывается. Что в обороне. Что в защите. Что в обороне. Что в защите. Что в обороне. Что в атаке. Конечно же. Но я сразу вспоминаю матч с Лестером. Когда Мидлс бровил 3-0. В итоге 3-2. И там была потная концовочка. Передача на Баттлера. Может быть опасно. Захраняет мяч. Десятый номер. Рютер. Может быть хитрик. Развернулся Рютер. Рэмзи. Снова Рэмзи. Рэмзи. Брэдд Баттлер. Ой, как хорошо. Сейчас Гюллер открывается. Ой, ой, ой. Ой, великолепно. Просто великолепно. Со своей волшебной левой. 3-0. 3-0. И все-таки хитрик. И все-таки хитрик. Не надо никуда бежать. Не надо нестись, сломя голову. Главное, спокойно контролировать мяч. Тут не особо, еще раз повторюсь, защита агрессивна. Что меня и удивляет. Вейналду. Пока не видно, не слышно. Да, парня, в принципе, как и всю команду Селтик. Абада. Хорошо, сейчас ускоряется Абада Кедавра. Почему-то я захотел так сказать. Ой, вот я договорился. Ладно. Действительно, нам прямо сейчас такое заклинание хорошее в атаке организовали. И у нас уже 3-1. Селтик здорово разыграл мяч. Обычно мы так разыграем. Каково это, да, сразу же с центра поля пропускать? Но я неприятно, скажу честно. И может быть опасно штрафной. Что-то подача штрафной. Может быть опасной. И у нас уже 2-3. Что происходит в Шотландии? Будет стадион 2-3. Шотландский Селтик делал счет уже минимальным. То ли еще будет во втором тайме. Вот это они жданули. Футболисты Селтика. Какая подача хорошая. Я не ожидал, что будет подача, если честно. Я думаю, Мидлсбро не ожидал. Керти Джонс. Жожжиня Рютер. Снова Рютер. Но не Мадуике. Хорошее подключение. Тавернир напрашивается. Передача на Мадуике. Сразу же на Рютере. Ближний угол удар. И галкипер великолепен. Напрашивался еще, конечно, перевод на дальнюю штангу. 65-я минута. Хорошо открывается Мадуике. Что придумает? Напрашивается передача на Эггюлера. Хорошо на дальнюю. Ребят, вы видите все сами. 2-4. Хорош. Это очень важный гол. Своевременный гол. Потому что Селтик почувствовал кровь. Почувствовал, что можно зацепиться за ничью. И вот этот гол был очень важный. Его забивает Брэндон Батлер. Так, давайте-ка мы сделаем замены. Мадуике у нас уходит. У нас выйдет Гордон. Так, давайте еще так сделаем в центре поля немножко. И Брэндвей выйдет. Рютер уже хитрисово оформил. Так, ну поехали. Чуть позже, возможно, выйдет Ангель Гомос. Гордон. Атака через правый флаг. Набирает скорость. Свеженький Гордон. Свеженький, 17 номер. Посмотрите, посмотрите, сколько места. Посмотрите, сколько пространства. И как же тонко сыграл сейчас Дэн Скарлетт. Напрашивался. Удар в ближний угол. Потом посмотрел, что подключается Рэмзи. 5-2. Это уничтожение. Да. Посыпался Селтик. Такое ощущение, как будто шотландский клуб все силы потратил на эти два забитых мяча. Но не знаю. Прямо во втором тайме пока ничего не могут показать футболисты шотландского Селтика. Перевод хороший. Ажота, кстати, тот еще финтер. Любитель он. Поделать всякие вот эти вот. Посмотрите, а. Так, надо его успокоить. Жестким отбором. Обозначить, что с ним никто играть не будет. Не лучший. Не лучший, конечно, отскок. Я не ожидал. Даже не понял, как это все произошло. И Диенко уже делает счет 5-3. Перестрелка, дамы и господа, продолжается. Дэн Скарлетт. Сразу же на Гордона. Тут есть лазечка. И Гордон свежий. Убегает просто. Убегает защитника, который как-то не внято сейчас. И язык на плечо. Гордон. Неужели что и Гордон? Да вы что смеетесь? У нас два гола с центра поля в этом матче. Один забил Селтик и сейчас забивает Гордон. Ребят, это ультимет. Просто как стойки. Ну, поднаелся крайние защитники. И, собственно, свеженький Гордон этим воспользовался на все 100%. Ну что, друзья, 6-3. Шикарный матч. Много мы, как всегда, пропустили. Но да ладно. Еще будет ответная встреча. Мидлсбро идет без поражений. Потрясающий сезон показывает подопечность Стивена Джердона. Но там уровень футболистов уже очень высокий. Вот, я бы даже сказал, чересчур высокий. Вот. Жоржини Рютер. 25 мячей в 26 матчах. Потрясающий результат. Тут про Гюлера и голевые передачи вообще говорить не о чем. Это что-то невероятно космический какой-то уровень. 29 голевых передач. Это, конечно, сильно. Да. Россия становится лучшим голкипером по сухарям. 8 сухарей. Субтитры создавал DimaTorzok